Петра Порошенко Петра Атлантический альянс не готов к такому развитию событий. Один из ведущих аналитиков в сфере безопасности, руководитель группы Трэд Форм Фильман, характеризуя состояние НАТО, сказал, НАТО превратился в шикарный клуб для того, чтобы собираться на шикарные коктейли. Хотя Россия за несколько месяцев разрушила всю систему безопасности в Европе, лидеры НАТО и Евросоюза не торопятся с ответными мерами. Военные в ЕС и США выполняют волю политиков, которые превыше всего ставят экономическую стабильность. А те готовы ради спокойствия своих избирателей закрывать глаза на бесчинство Владимира Путина. На нынешнем саммите НАТО проявило себя как политико-дипломатическая организация, а не как военная или оборонная. Больше напоминает Greenpeace в камуфляже, чем оборонительный союз. Впрочем, и Киев не проявил должной настойчивости в своем стремлении в НАТО. Верховная Рада не отменила внеблоковый статус Украины перед визитом украинского президента в Великобританию. Да и сам украинский лидер одновременно с переговорами в НАТО по дипломатическим каналам пытался договориться с Россией о перемирии. Поездка Порошенко закончилась конфузом. Его советник Юрий Луценко поспешил заявить о согласии пяти стран НАТО поставлять оружие Украине. После этого одно за другим из соответствующих министерств прозвучали опровержения. Это страшный удар для Украины в это время. Правда, вскоре Польша заявила, что может и готова поставлять современное оружие Украине, если она пожелает его приобрести. Французские власти проигнорировали запросы о намерениях поставлять оружие Украине. На дипломатическом языке такое умолчание означает, что Париж не исключает поставок. Но главным успехом последних дней для Украины стало перемирие на Донбассе. Киев по-прежнему делает ставку не на силовое решение, а на политическое. Успехом можно считать отказ Украины признать претензии сепаратистов на независимость и возвращение украинских бойцов из плена. Больше половины территории Донецкой и Луганской областей остаются под контролем правительственных войск. Субтитры создавал DimaTorzok